В Таллине создана была недавно Европейская школа сексологии и сексопатологии под руководством известного сексолога, сексопатолога, врача-психотерапевта Владимира Кука. И вы, дорогие зрители, можете стать слушателями этой школы, в том числе учиться заочно. Подробная информация в описании к этому видео. А сейчас мы поговорим на тему обольщения. Что такое обольщение? Как обольщать? Что такое соблазн? Как привлечь к себе внимание? Как прельстить женщину или мужчину? Ну, соблазнить может всё. Фигура, одежда, прическа, аромат духов, макияж, внешность. Всё. Даже, казалось бы, какая-то незначительная деталь, но она может послужить таким триггерным механизмом обольщения успешного. Механизмы обольщения у женщин и мужчин разные. Известно, что женщины любят ушами, а мужчины глазами. Поэтому мужчин в женщинах соблазняют чаще всего красивая внешность. Отдельные женские качества. Например, некоторым нравятся женщины с демоническим характером. «Ля фам фаталь», «Роковая женщина». Вот это их заводит. Эти сильные страсти. Другим нравятся секс-бомбы. Женщины такие разбитные, раскрепощенные, поражающие, в радиусе, в огромном радиусе, всё живое. Секс-бомбы. Или наоборот, тихония, с голубыми глазами, скромницы, которые скрывают свои чувства. Скромницы с кукольной внешностью. Есть женщины такого агрессивного склада. Очень чувствительные. Такие немножко невротичные. Вот они тоже нравятся мужчинам. Которые реагируют на всё. На любое, на взгляд, на какую-то мимику. На очень они чувствительные. И зажигаются очень быстро. И их доводят до оргазма одним взглядом даже. Одним словом. Такие тоже очень нравятся женщины. важное значение для обольщения имеет чистота и свежесть снаряда. Необходимо следить за собой. Как вы выглядите. Не должно быть посторонних запахов. Одежда должна быть свежая, чистая, отглаженная. не должно быть следов застиранности. Не дай бог еды еще, чтобы там что-то там какие-то пятна или на лице какое-то засохшее пюре оказалось или на одежде. Все наряд должен быть свежим и чистым. Постиранным. Не вонять. Никаких посторонних запахов. Ничего. Обратите на это внимание. Это крайне важно. И конечно в обольстительном, радостном, загадочном, кокетливом, грустном или мимолетном смехе таятся неограниченные возможности. Одно из самых действенных орудий оружия женщины оружия женщины это смех. Когда мы слышим женский смех такой заразительный, непосредственный, раскатистый, или кокетливый, или грустный даже, но он смех. Он необычайно соблазнителен. Он может обольщать мужчин. поэтому женщины смейтесь. Если вы хотите привлечь внимание мужчины, если вы хотите нравиться, если вы хотите обольщать, то начинайте смеяться, научитесь смеяться. И сделайте вообще привычку из этого смеяться. Такое насмешливое, кокетливое отношение и смех это крайне важно для создания привлекательного образа. также имеет большое значение при соблазнении голос. Голос. Его окраска, тембр, интонация, окраска голоса. Конечно, это не должен быть скрипучий голос, да, там какое-нибудь кудахтанье, не дай бог, да, или агрессия какая-то проявляться, ну, точнее так, как железом по стеклу, да, вот это вот, тембр, интонация, интонация, тембр, это тоже всё имеет значение. Практическим путём вы наверняка сможете найти правильную интонацию, правильный тембр, окраску голоса, вот это поговорить и так далее. Посмотрите на людей, которых считают сексуальными, сексуально привлекательными, обольстительными, соблазнительными, и вы увидите, как как можно, вот, какие можно использовать голосовые вибрации, тембр, интонации, чтобы нравиться людям. мужчину привлекает не только молодость и красота женщины, но иногда её труднодоступность. Не надо бросаться сразу в объятия, да, надо поиграть ещё, надо как бы мужчина, он же охотник, он завоеватель, он хочет добиваться, а не просто мёртвую дичь поднять с земли, да, это ему неинтересно часто. Поэтому немного сопротивления, немного создать трудности для обладания вами, и это всё тоже очень обольстительно и привлекательно для мужчины. Уже ещё раз, древний охотничий инстинкт, когда он охотился на мамонта, вот, расставлял там сети, ловушки, капканы для животных, да, всё это тоже существует. Поэтому будьте несколько иногда труднодоступной, но смотрите по обстоятельствам, не переборщите тоже, потому что мужчина может подумать, что вы такой форт Нокс, форт бояр, и что вас так не возьмёшь, сил у него мало, и он плюнет и уйдёт, да, то есть здесь тоже важна гибкость, и в конце концов будет искать женщину позговорчивее, так что не переборщите с этим, чувствуйте, да, этот интерес к себе, подогревайте, тут важно подогревать интерес просто. Женщин же соблазняет в мужчинах ум, мужественность, манеры поведения, чистоплотность и только затем внешняя привлекательность. Ну, конечно, хорошо иметь развитый интеллект, здесь можно женщин удивить, развлечь, как-то пробудить женскую фантазию, доставить удовольствие, счастье. Вот я читаю стихи, допустим, о любви Владимира Маяковского, поэма «Облако в штанах». Мне это приносит огромнейшее удовольствие, наслаждение, да, и счастье дарит. Вот что такое ум, мужской ум. Может осчастливить женщину, эмоционально, даже эмоционально выгоревшую уже, да, пробудить в ней чувства новые и соблазнить, обольстить ее этим. Вот. Конечно, чувство юмора огромнейшую роль играет. Анекдоты, ну, тут тоже надо знать, какие-то анекдоты рассказывать. Чувство юмора. Обязательно шутите, обязательно, это должно быть, легкость должна быть в общении, да. Такая вот игра, игровой момент в хорошем смысле этого слова, да, в высоком смысле этого слова. ну, конечно, мужественность, да, нельзя быть тряпкой, нельзя, как бы, показывать свою слабость какую-то, да, надо все-таки обладать какими-то качествами, характера, которых нет у женщин, например, но которые они очень ценят, да, быть надежным, способным принимать решения, быть настойчивым. И иногда женщина, конечно, она даже не предполагает, что ее соблазняют и даже не интересуются этим, но когда вы, ну, как бы сказать, вами, как партнером потенциальным, да, но когда вы проявляете настойчивость, характер, так, заходите с этого фланга, с правого, с левого, потом редуты, она уже, о, она чувствует эту силу вашу, вашу мощь, вашу мужественность, да, надо же, он меня добивается, как это здорово, какой он молодец, это не вызывает восхищения, она сдается. Конечно, манеры поведения очень важные манеры, да, если вы идете куда-то, чтобы вы там как-то себя вели достойно, благородно, ну, этикет, да, этикет необходимо знать, конечно, как правильно кушать, красиво, все такое особенное, если женщина такая утонченная и сама хорошо воспитанная, на нее это произведет очень хорошее впечатление, очень важное впечатление, да, ваши манеры, опять же, пропустите вперед, подадите руку, поухаживаете за ней еще как-то, да, сделаете подарки какие-то, цветы, может быть, там, и так далее, и так далее, это все имеет большое значение. Конечно, чистоплотность, чистоплотность, тоже мужчина должен быть хорошо одет, отглажен, и не иметь запахов каких-то посторонних, да, принять душ, тело должно быть чистое, запаха изо рта не должно быть, да, вот там, чесночка поел, шашлыка саджикой, да, ну, это все будет отпугивать, отпугивать, да, ну, и так далее, да, не, не должен быть хрюшкой мужчина, вот, желательно, чтобы пахло хорошо, это могут быть и духи, кстати говоря, мужские есть, очень хорошие духи, приобретайте их тоже, иногда, да, и уже, и только затем внешняя привлекательность, да, вот видите, как важно, в принципе, то, что природа дает человеку, это уже на втором плане, а на первом все-таки собственные усилия сознательные, вот, иногда они наделяют магической силой его черные или зеленые глаза, густые кудри или шелковистый ежик, лысые, лысые, лысые мужчины, тоже возбуждают женщин, очень, очень, ученые доказали, что лысина у мужчины показатель высокой гормональной активности, вот, пожалуйста, волос. Так что, не надо стесняться, что у вас нету волос, там некоторые бегут в эти клиники по имплантации волос, нет, женщины, для женщины это не так важно, для кого-то кудри конечно важны, да, как мы видим, или шелковистый ежик, ну, а для других лысина вполне сексуально выглядит, очень даже соблазнительно, красивая гладкая кожа мужчины, тепло от прикосновения руки, вот, если вы не прикасайтесь холодными руками к женщине, да, она, что это, как будто лягушка, там, да, нет, старайтесь держать руки в тепле, там, в перчатках, если это особенно осень или зима, там, холодное время года, да, старайтесь, чтобы руки были теплые, ну, желательно не потные ладошки, а именно теплые, вот, такие сухие, теплые руки, это очень, нравится женщинам, табачный запах или специфический аромат мужского одеколона, ну, я против курения, да, но, некоторых это возбуждает, но, кстати говоря, табачный запах, он может в одеколоне быть, да, поэтому вполне возможно, вот, использовать такой одеколон, и он тоже будет очень специфический аромат, и он тоже будет возбуждать, пробуйте, экспериментируйте с этим, некоторых женщин возбуждают такие вещи, как даже, ну, мы говорили о чистоплотности, да, но, есть женщины, которых возбуждает запах мужских носков, например, да, или запах грязных ног, они просто в безумном восторге от этого, вот, такое бывает, но, конечно, на первом свидании тут ты этого не узнаешь, и это все потом, потом уже выяснится, и можно будет расслабиться, если у женщины, которую вы соблазнили, вот, такие предпочтения, как мужчины, так и женщины могут использовать свой соблазнительный потенциал в различных целях, в зависимости от характера, которых оценка их поведения может находиться в диапазоне от резко отрицательной до положительной. В бытовом плане определение мужчины или женщины как соблазнителя или соблазнительницы нередко несет налет неодобрительности, связывается с возможным дон-жуанством, дон-жуан, бабник, там, ни одной юбки не пропустит, да, хот-дог, вот, как правило, или связано с куртизанством, да, такая девушка легкого поведения, вот она там тоже ходит по рукам там и прочее, да, в бытовом плане. С подозрением на супружескую неверность, это, ну, в принципе, сейчас мы живем в таком обществе свободном, и люди действительно понимают, что жизнь одна, и что надо жить в свое удовольствие, и, конечно, более раскрепощенные стали, более свободные, вот, с другой стороны, условия жизни, ну, люди продолжают выживать, да, работать на нелюбимой работе, устают, и вот эта либидо, конечно, оно очень страдает от этого, плюс климатические условия очень заметно влияют на людей, плюс, конечно, материальные такие вещи начинают играть роль, потребительское отношение, да, и так далее, мы, ну, и мы будем об этом говорить тоже, тем не менее, но, тем не менее, все-таки, несмотря на это, на все, многие понимают, что жизнь одна, и нужно жить в удовольствии, и доставлять его себе и другим, и вот, взрослые люди часто, они как раз вот, по такому взаимному согласию, и вступают в приятные, радующие, счастливые отношения, вот, соблазняют и дают себя соблазнить тоже, и неизвестно еще порой кто кого и соблазняет, потому что порой за вот этой маской невинности, скромности, скрывается вполне себе женщина, которая хочет и ждет, чтобы ее соблазнили, но так и есть, да, вот, но и мужчины тоже, вот, соблазн может быть использован и в аморальных целях для полового совращения, но здесь, конечно, это грустно, и все-таки у взрослых людей должна быть ответственность за свои поступки, они должны понимать, кто перед ними находится, ситуацию оценивать, и не быть причиной боли для кого-то, да, и чужого страдания, не быть поводом и причиной, еще раз подчеркну, для мук чьих-то, вот, когда вы соблазняете, вы должны знать, что человек свободный, да, и, ну, понимать ситуацию эту, а не быть причиной семейного разлада, или, если речь идет о каких-то других ситуациях, об очень молодых людях, да, вот, то же самое, давать себе отчет, кто перед вами находится, и насколько человек созрел для отношений взрослых, глубоких, и в любом случае необходимо помнить о том, что обольщение это не спортивная дисциплина, а это потребность души, потребность человека в любви, в тонких, глубоких, переживаниях, это потребность в психоэмоциональном контакте, и, конечно, тот, кто рядом с вами, должен, ну, соответствовать вам, должен быть, ну, равен, что ли, вам, да, тоже должен быть зрелой личностью, и разделять ваши ценности, разделять ваше представление, о том, что такое любовь, и что такое отношение между мужчиной и женщиной, не надо никого ломать, и тем более портить жизнь другим людям, любовь должна служить счастью, должна радовать, должна быть фейерверком чувств, человек должен быть готов к этим отношениям, да, вот, вот, что я хотел бы сказать на эту тему, а в следующий раз мы поговорим о медовом месяце, что это такое, как это здорово, и каковы функции мужчины и женщины во время медового месяца, комментируйте, делитесь своими историями соблазнения, обольщения, как вы соблазняете, как вы обольщаете, или может быть как вас обольстили и соблазнили, подписывайтесь на наш канал, и конечно записывайтесь на курс сексологии и сексопатологии, сексолога, сексопатолога, психотерапевта Владимира Кука. До новых встреч!